В 1925 году художник Павел Корин присутствовал на похоронах патриарха Тихона Белавина. Он видел, как люди нескачаемым потоком шли проститься со святейшим и был поражен всенародной любовью к патриарху. Одновременно с этим художник ощутил смену эпох, увидел, как на смену настоящей вере приходят времена богоборчества. Так пришла идея будущего полотна «Русь уходящая» символом аскезы. На этой картине являлся монах с задумчивым и одновременно тревожным выражением лица. А прототипом героя стал будущий преподобно-мученик иеромонах Федор Богоявленский. Год рождения – 1905. Место рождения – Тегеран. Образование – 4 курса медицинского факультета Московского университета. Имя в монашеском постриге – Феодор. Должность – график и ретушер фотографических портретов. Обвиняется в руководстве контрреволюционной организации церковников и проведении антисоветской пораженческой агитации. Приговорен к пяти годам ссылки в Красноярский край. Первый раз будущего преподобно-мученика Феодора Богоявленского арестовали в 1933 году. Его обвинили в организации нелегального монастыря. После того, как тогда еще еродьякон Федор прочитал протокол, он решительно отказался подписать документ как несоответствующий действительности. Но мнение опального монаха не интересовало сотрудников УГПУ. И отца Федора отправили в исправительно-трудовой лагерь под Новосибирск. Отец Федор был в заключении в продолжении трех лет. Когда он освобождался, то доктор, с которым он работал, будучи в заключении, дал ему бумагу. Эта бумага позволяла бы, если бы отец Федор пожелал, завершить медицинское образование, незавершенное им в свое время в связи с тяжелой болезнью матери. Перед ним было два пути. Один путь все-таки служения церкви, поскольку он уже иродьякон. А второй путь служения людям в качестве доктора. Отец Федор выбрал первый путь. Вскоре его рукоположили в аэромонаха к храму в селе Ивановском, неподалеку от Волоколамска. И тут пришла следующая беда. В 1940 году советская власть потребовала священника уплатить огромный налог. Средств у батюшки не было, и дело передали в суд, куда отец Федор вскоре был вызван. Сотрудников НКВД он прогневал. Они, обрушиваясь на него с какой-то несусветной бранью, разорвали паспорт и выгнали из пределов Московской области. Отец Федор уехал в село Завидово Тверской области, где снял маленькую комнату. В июле 1941 года к священнику вновь пришли с обыском. На этот раз от него требовали назвать имена людей, которые помогали с работой и проживанием. «Я считаю для себя нравственно невозможным называть следствию лиц, у которых я проживал, и на этот вопрос давать ответ отказываюсь», – ответил отец Федор. Обвинения шли по двум направлениям. Одно направление – это контрреволюционная организация, что вот он, его духовные чадо, они ее составляли, по мнению следствия. А с другой стороны, были и обвинения другого рода, что он уклонялся от воинской повинности, от служения в армии, что сейчас объявлена всеобщая мобилизация, а он никак не заявил о себе. Изнурительные допросы и пытки повторялись. Следствие тянулось почти два года. 26 июня 1943 года особое совещание при НКВД приговорило еромонаха Феодора Богоявленского к пяти годам ссылки в Красноярский край. Однако суровые условия тюремного заключения сокрушили здоровье священника. Он скончался в тюрьме в городе Балашове 19 июля 1943 года и был погребен в безвестной могиле. Будущий святой родился в семье русского консула в Тегеране. Отец семейства Павел Георгиевич Богоявленский был убит персами в 1911 году, при обстоятельствах, схожих с причинами гибели известного русского писателя и дипломата Александра Грибоедова. Осталась вдова, пианистка с тремя детьми. Ей дали пенсию. Пенсия была вполне приличная. И они вернулись оттуда в Центральную Россию. И здесь дети росли. И Олег Палыч, будущий преподобный мученик Феодор, учился в ремесленном училище. Уехали в Москву. И в Москве Ольга Петровна стала учительницей музыки в школе. И на этот скудный паёк они могли как-то жить. А потом уже Олег Палыч поступил на медицинский факультет Московского университета. Но тяжёлая болезнь матери прервала эту учёбу. Ольга Петровна была женщиной глубоко религиозной. Она скончалась в 1927 году. Тогда же Олега призвали на воинскую службу. По возвращении из армии молодой человек стал посещать Высокопетровский монастырь. Когда же в 1929 году храм в обители закрыли, он перешёл вместе с монахами в церковь преподобного Сергия на Большой Дмитровке. Вот уже будучи прихожанином там, Олег Погоевленский принял решение уже полностью посвятить свою жизнь служению Богу. Вот там он примет монашеский постриг и будет рукоположен в санэродьякона. Монашеский постриг с именем Фёдор Олег Павлович Богоевленский принял в ноябре 1930 года, что тогда означало лишь одно – шаг к мученичеству. В то время среди братьев Высокопетровского монастыря был молодой архимандрит Алексей Сергеев. Он и стал доносчиком на монахов обители. Именно он написал донос о том, что при Сергиевском храме, где служил еродьякон Фёдор Богоевленский, созданы нелегальный монастырь и духовная академия. Это и послужило толчком к первому аресту будущего преподобного мученика. Подвиг иеромонаха Фёдора заключался ещё в том, что он, как архиепископ Крымский Лука, в заточении оказывал медицинскую помощь страждущим. В течение трёх лет отец Фёдор был правой рукой лагерного врача. Он ассистировал во время сложнейших операций, удалял зубы, принимал роды. И так же, как и владыка Лука, воина Ясенецкий, явился для людей врачом не только телесным, но и духовным, укрепляя нужным словом больных и умирающих. Канонизировали иеромонаха Фёдора Богоевленского в августе 2000 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова